Здравствуйте все! Я решил не полениться и довести до ума схему, которую я выполнил по просьбе астронома-любителя. И эта схема должна была помочь в измерении продолжительности светового дня. Схема довольно-таки проста. Она состоит из небольшой солнечной панельки от садового фонарика и часов. А вот между ними находится ключ, который включает часы в зависимости от того, наступил рассвет или нет. В прошлый раз я использовал вот такую пару Дарлингтона, два транзистора. Но два транзистора, в данном случае 13-е, имеют слишком маленький коэффициент усиления. И в описании я посоветовал применить три. Тогда будет лучше и надежнее. Вот как раз эту часть схемы я и объясню. Я собрал три транзистора. Транзисторы, еще раз напоминаю, взяты из лампочки экономки, то есть это самые доступные детали. И с помощью вот такого нехитрого устройства, собирается оно всего лишь на трех транзисторах и больше ни на чем, я проверил разные источники сигнала, которые взаимодействуют со световым потоком нашего солнышка. У меня есть самый настоящий фотометр. У меня есть моя солнечная панель светодиодов, которая может зажечь даже небольшой светодиодик зеленый. Вот все эти девять могут зажечь один светодиод. У меня есть солнечная панелька почти от садового светильника. И в испытаниях участвовала вот такая панель от калькулятора. Вот как раз сейчас давайте и посмотрим, насколько эта система может включать ток. А это токовый усилитель для того, чтобы запитать механические часы, электромеханические. Они не заводные, они работают на батарейках. То, что эти часы обычно работают от пальчиковой батарейки в полтора вольта, меня нисколько не ограничивает. Можно использовать две пальчиковые батарейки в случае использования вот таких трех транзисторов. Либо аккумулятор от сотового телефона или вот такие аккумуляторы на 4,5 вольта. В общем, все, что подойдет под руку и есть у вас в наличии. Расчет ввелся на то, что вот такой вот ключ на трех транзисторах, он очень эффективно может управлять как лампочками накаливания, которые вот сейчас у меня здесь есть на столе. Так, такие три транзистора могут легко включать и запускать катушечку реле, то есть реле будет срабатывать. И данная схема открывается более резко, чем вот такая пара. В чем секрет? Да, никакого секрета нет. Тройка транзисторов соединяется вот таким вот образом. Это усилитель по току. Эта часть, это и есть пара Дарлингтона, но ей управляет вот этот вот транзистор, тоже соединенный вместе с ними, с общим коллектором все они получаются. Но сигнал подается не на отрицательный вывод, либо вот на эту точку, а вот сюда. Это позволяет нам выиграть по мощности, которую нам надо приложить к этому транзистору, чтобы открыть полностью вот эти два, ну а точнее вот этот вот последний, третий, который запустит нашу нагрузку. Схема является очень низкоомной по входу, потому как переход базоэмиттер, это по сути дела диод, и если мы подключаем к нему высокоомные источники сигнала, к примеру, вот такие, то хороших результатов мы не дождемся. Да, мы увидим дрожание стрелки, то есть стрелка сдвинется, но сильно такая вот схема не откроется. Для вот таких устройств, я специально это рассказываю, нужны усилители, построенные на полевых транзисторах, либо на дифференциальных усилителях с очень высоким входным сопротивлением. То есть вот этот фотометр, он наиболее приближен к глазу человеческому, то есть он как раз и засекает весь солнечный поток. Он может быть подключен к тому же тестеру, к тому же вольтметру, но наша задача стояла просто сделать экспериментальную установку, простейшую, которая будет фиксировать длительно светового дня, с помощью подручных деталей, не с помощью там осциллографов, каких-нибудь датчиков и самописцев. Так вот, я могу подключить к этой системе и светодиодики, и вот эти панельки, и все это будет работать в разной степени эффективности. Светодиоды, конечно, будут работать менее эффективно, чем вот такие солнечные панели, но использовать вот такую самодельную солнечную панель можно. Причем ее преимущество в том, что если мы будем собирать вот такие матрицы из светодиодов разного цвета, то реагировать они будут на свою область спектра. Например, мы соберем матрицу из синих светодиодов, и она будет реагировать на голубизну нашего неба. Из зеленых, естественно, на зелень, красная на красная, желтая на желтая и так далее. То есть мы можем даже определять некоторые спектральные характеристики нашего светила, которое освещает нас в разное время суток. Но вернемся к нашей схеме, продемонстрируем ее работу. Раньше мы измерили, вот можете обратиться к прошлому ролику, что ток, который необходим для запуска вот этих часов, это примерно 3 мА. А значит, любое устройство, которое будет питаться током в 3 мА, нам подходит. Но зачем нам ограничивать себя по току? Не будем себя ограничивать по току. Давайте сделаем так, чтобы наша схема могла включать даже вот такое сильное реле, которое управляется током в 50 мА. То есть удесетерим нашу эффективность. И поехали, давайте посмотрим, что из этого получится. Для начала давайте испытаем сразу же солнечную панельку от калькулятора, насколько она будет эффективна. У нас даже загорелась лампочка. Сейчас вот панелька освещена. Давайте посмотрим все это вблизи. Вот, то есть ток достаточный для того, чтобы горела лампочка накаливания. Естественно, такого тока хватит, чтобы сработало это реле. Ну и разумеется, от такого тока заработают такие часы. Чтобы через часы не протекал слишком большой ток, в них есть ограничитель. Если же в часах нет ограничителя, вы можете использовать не 4,5 вольта, а меньше. 2 вольта, 1,5 вольта. Да, даже пальчиковая батарейка подходит. Итак, вот вся шкала нашего прибора 60 мА. И примерно 40 мА мы имеем через нашу схему вот сейчас в сумерках. Если я поверну на окно, ток будет еще больше. Но лучше я не буду поворачивать на окно, а прикрою бумажечкой эту солнечную панельку. Так как бумажка не является абсолютно черной, ток упал, хотя вот лампочка, конечно, погасла. Там наступили сумерки. Давайте перекроем более плотным материалом, например, моей ладонью. Вот, я перекрыл солнечную панельку. И давайте посмотрим, какой остаточный ток есть. Я переключаюсь на максимальную чувствительность. Это 1,5 мА. И вот тут уже прозрачность моей руки влияет. То есть видно даже, как свет просачивается через мои руки. Вот так. Но это всего лишь 1,5 мА вся шкала. И такой ток, разумеется, не запустит нам часы. Как вы помните, часы запускаются от 3 мА. Ну, если есть часы более, такие, мало токопотребляющие, они, конечно, запустятся от меньшего тока. То есть вот такая схема обладает пороговыми свойствами. То есть она резко включается и достаточно резко выключается. Когда здесь не будет никакого освещения, сразу возникнет некоторое свойство вот у этой солнечной панельки. Которое, ну, какое свойство? В темноте такие панели проводят ток. То есть вот здесь, вот между базой и эмиттером возникнет проводящий элемент, который как раз и закроет этот транзистор. Соответственно, закроются все. В темноте ток протекать не будет вообще через нашу нагрузку, через нашу реле, через нашу лампочку или через наши часы. Эта схема может включать радиоприемник с рассветом и послужить вам такой приставкой к вашему радиоприемнику, как бы будильник. Ну, это те, кому надо просыпаться с рассветом, если у них нет петуха. Вот. Так, это была панелька от калькулятора. Почему я ее использовал? Да потому что она доступна, ее можно выломать откуда-нибудь. И вот такой вот небольшой панели с запасом хватает, чтобы управлять вот такой вот схемой. Давайте посмотрим, на что способна. Да, на то же самое способна вот эта вот маленькая панелька ацедового фонарика. Ну, типа ацедового фонарика. У меня она вот просто фонарика, который брелок был. Вот. Ну, по размеру она как ацедового фонаря. Эффект и результат тот же самый. То есть в темноте наша схема полностью выключает ток. Давайте перейдем на максимальную чувствительность. Вот. Это панелька. То есть вот сейчас я еще больше тень создам. Все. Менее одного миллиампера. Ну, то есть даже вот так вот. Давайте. Вот. Это максимальная чувствительность стрелочного прибора. То есть ток через транзисторы практически не протекает совсем. И когда я открываю ладонь, даже в сумерках у меня на кухне, а у меня сейчас далеко не светло, у нас там пасмурно за окном. Вот. Почти 50 миллиампер, которых вполне достаточно, чтобы запускать реле, как я уже говорил. А реле может запустить электрический двигатель, который раздвинет шторки на ваших окнах, скипятит вам чай. Вот. Наступил рассвет, реле включилось, кровь и варка через это реле включилась, и хорошо. Мало того, вместе с наступлением рассвета вы можете включать освещение. Но, правда, это освещение должно управляться тем напряжением, которое на этой батарейке есть. Скажем, есть у вас аккумулятор на 12 вольт. Применив такую схему, давайте еще раз, с помощью аккумулятора на 12 вольт, мы можем в этой схеме включить мощную лампочку. То есть сейчас у меня, конечно, крошечная лампочка. Вот она светится великолепно, там, от 40 или 50 миллиампер. Это лампочка от гирлянды. Но вы можете поставить более яркую лампу. Вот. Включить источник питания на 12 вольт. И тогда с рассветом у вас постепенно, в зависимости от того, насколько солнышко поднялось и насколько там светает, а вы не хотите открывать шторки, у вас постепенно будет загораться какой-нибудь розовый свет, включаться какой-нибудь волшебный будильник, или там всякие сполохи под музыку запустить. Главное что? Главное, что эта приставка очень и очень проста. Уж она и по схеме проста, она и по вот этим транзисторам проста. Их из экономочки взяли. Ну а вот такой элемент, если нет брелка, если нет садового фонарика, разберите старый калькулятор, и будет вам счастье. То есть, все вот такой вот уже схемой можно железно пользоваться. Не только астрономам любителям, даже вам разрешаю. Патентовать не буду знания в массы. А на этом все, пока. Улыбнитесь и до следующих встреч. Если кому-то надо срисовать эту схему, на канале Дзен она будет опубликована. А ссылочка, конечно, в описании к ролику. Пока, ребята!